Всем привет! В эфире новый выпуск Заметок о Черкесии. Сегодня мы поговорим о одном из субэтносов адыгов, который исчез несколько ранее, чем закончилась Кавказская война, но, тем не менее, внес достаточно серьезный вклад в историю адыгов. Речь пойдет о жанеевцах и их маленьких соседях Хигайках. Значит, жанеевцам. Первое упоминание об этом этносе, можно так сказать, появилось в сказании о князьях адыгских, где говорилось о правлении Нала, хотя сами сказания более позднего времени, но речь в нем идет о 15 или 16 веке примерно. В данных сказаниях жанеевцы упоминаются как такое довольно серьезное адыгское племя, проживавшее на западе Краснодарского края, на территории Таманского полуострова. И настолько оно было тогда могущественное, что нападало, позволяло себе нападать не только на соседей тех же татар, допустим, крымских нагайцев, но и позволяло себе нападать и на своих соседей адыгов, в частности на кабардинцев, которые в этом сказании как бы благодаря Налу стали передвигаться по легенде из Крыма в восточную сторону на земли будущей Кабарды. И подвергались очень жестоким и крайне таким агрессивным нападением со стороны жанеевцев, как они описывали. Обращаясь к данным 13-15 века, можно смело предположить, что жанеевцы изначально, вероятнее всего, входили в так называемую Сагинскую конфедерацию, то есть конфедерацию племен, существовавшую с античного времени на территории центральной Закубанской именно Черкесии, в которую входили несколько племен. И появилась она во времена общей теории, во времена Синдики, еще Синского государства в античное время. Позже эта конфедерация стала называться Косогами. И расселялись, а проживание у них было на территории Таманского полуострова, то есть это их центр, это их родина. И в какое-то время, тут сложно сказать какое, они расселялись вплоть до Дона. И собственно падение их происходили и за Дон, и даже доходили до Волги. Вполне вероятно, что именно жанеевцы, их предки, по крайней мере, они составляли такую достаточно многочисленную часть населения Тмутараканского княжества. И в принципе в Боспорском княжестве можно сказать, что их предки проживали там более размыто, это более давние времена, и говорить конкретно о жанеевстве тут сложно. А в Тмутараканском княжестве, да, они могли занимать ключевую такую роль. Вероятнее всего, именно их колонии являются черкесскими колониями в Крыму, о которых мы знаем. По крайней мере известно, например, о так называемом Дефтердаре Касим Паша Черкесии, жанеевском аристократе, который долгое время занимал пост, ну уже в поздние времена, пост османского турецкого наместника в Крыму. От Тамани жанеевцы расселялись вдоль реки Кубань до владений темиргоевцев, с которыми граничили где-то вот в районе между Славянском и Краснодаром. Позже в их вот это вот пограничье вклинились бжедухи, которые пришли с юга с войной, с темиргоевцами войной. Знаешь, они как бы сначала вклинились по реке Псикупсу, по центральной, в средней части, а позже под давлением уже шапсугов и абадзехов подошли ближе, перешли на земли Прикубани, то есть левого берега Кубани, и стали таким пограничным народом между жанеевцами и темиргоевцами. Одно из сказаний гласит, что жанеевцы перешли из-за хребта в долину Новороссийского, в долину Цемец. И значит сказание такое о взаимоотношении с бжедухами, то якобы они устроили там пир, на который пригласили черченеевцев, одну из ветвей бжедухов, но поскольку как бы пир предполагалось, что происходило вот в этой бухте Новороссийской, то скорее всего приглашали они не черченеевцев, а вепснов. Ну это теоретически. Вепсны это как бы одна из ранних откловшихся ветвей бжедухов, о которых мы поговорим чуть ниже. Они как раз вот проживали в районе Анапы, рядом с хигайками. И вот якобы на этом перу, значит, они обнаружили, что после пира, точнее после пира, да, что пропала некая родовая чаша у жанеевцев, за что жанеевцы прозвали вот этих приглашенных бжедухами, что якобы переводилось как вор чаши. Хотя верность перевода, она, в общем-то, подвергается сомнению. Тут я как бы обращаюсь к зрителям для того, чтобы разрешить эту загадку, действительно ли бжедух может переводиться с каких-то диалектов как вор чаши. Из этой долины новороссийско-жанеевцы перешли позже в долину реки Адагум в Закубане, точнее, северо-восточной Анапы, которой тогда занимали хигайки. И позже уже, в самые поздние времена, они стали отходить все севернее и как бы ограничились зоной проживания по нижнему течению Кубани. Остров Детлясв назывался он у них, а у казаков он назывался Каркубанский остров, это вот в устье Кубани, у Таманского полуострова. В пик своего развития, в 15-16 веке, соответственно, жанеевские владения разделились на два удела больших. Дело в том, что сами женевцы проживали длиннее, даже это мы как бы описали по Кубани, они расселялись в исторические времена вплоть до реки Шахе, то есть того самого пограничья, где адыги говорящие и абхазы-абазины говорящие жители разделялись. Значит, всю эту территорию занимали, и вот малая женетия, это была территория прибрежная, а большая женетия, соответственно, территория Утаманского полуострова и современного Крымского района. В частности, мы у Челеби встречаем, у Челеби турецкого встречаем такое упоминание, что их большая женетия, она от Крыма до реки Абин располагалась. Соответственно, во внутренних вот этих территориях происходили различные процессы, изменения этнического состава субэтносов, постоянно очень довольно серьезные изменения. С точки зрения женевцев, эти изменения были не в их пользу, они постоянно, в будущем, сокращались. Во многом благодаря, в общем-то, активности крымского ханства, о чем поговорим ниже. Само это имя Жане, разные авторы его по-разному называли, у одних это звучит как Жань, у других Сонные, у третьих Жанинцы, Янцы или Джанса у Пейсанели, например. Некоторые Сонничьи их называли, якобы введя параллель с древними, с аниихами отечными. Само имя Жане, оно на адыгском звучало так, согласно тому же Адильгераю Кешеву, например, выводилось из термина Жанейхи, то есть адыгское предложение во множественном числе, которое происходило от анонима гениохи древнего, которую описывали древние греки. По их численности можно судить, по описаниям некоторых авторов, так приводилось мнение, что войско Большой Жанетти составляло 10 тысяч пехот и конницы, то есть у князя Большой Жанетти было известно, князь Малой Жанетти мог вывести до 3000 воинов в их пик исторического развития в XVI веке. Родомачальниками рода Жанеевцев считался князь Бекхан, от которого пошли, соответственно, два княжеских дома Комео и Бекхан, и именно они разделились, в общем-то, на Большую и Малую Жанетти. Описания самих же Жанеевцев, в общем-то, встречающихся в источниках, они их описывают, как, в общем-то, и любых других адыгов, как таких очень храбрых, очень справедливых, с вот этим соблюдающих кодекс Абдыга Хабза или Хабзека в разных диалектах. Тут как бы ничего нового мы не находим. Есть по этому поводу интересная только одна легенда, которую я встретил, например, о, значит, таком храбреце дворянине Кайте, значит, который вот от своей возлюбленной однажды услышал, что вот он такой вот мягкотелый, не питается походной пищей, не переносит походных лишений, что он такой вот весь вот маменький и сынок, может, так сказать, по-нашему, по-современному. И его, как бы, вот его гордость была задета этим. Она, как бы, в пример приводила своих каких-то соседей из княжеского рода. И вот он пошел, значит, к ним туда, несмотря на то, что там покусали жестоко собаки, он все-таки ворвался в эту кунацкую к ним. Ну, в общем, сумел доверие получить от них самих, стал их лучшим другом. И впоследствии он их активно проявил себя в боях с крымскими татарами, очень защищал от этих своих куноков, друзей новых. И в итоге, в общем-то, вместе с ними и погиб, защищая их тела от врагов. И впоследствии о его подвигах стали петь песни среди молодежи Женеевской. В целом, княжеская линия у них была очень сильная у Женеевцев. То есть, известно, что в Западной Черкесии институт старшего князя очень длительное время принадлежал именно им. В частности, титул старшего князя Черкесии во второй, третий, шестнадцатого века, известно, последовательно принадлежал Женеевским князьям из Ветеве Занокова. И это, в частности, Консавук и Сибук. Или Консавук, наверное, и Сибук. Это отец и сын, соответственно. В тридцатые годы семнадцатого следующего века стату старшего князя Черкесии, в частности, здесь имеется, скорее всего, западная часть, за него соперничали Женеевские князья Антонак и Хакшумак. Причем последний пал в войне с крымскими татарами. Соперниками, соответственно, этой династии была династия Болотоковых из земель Тимиргоя, Тимиргоевских князей. Они обладали титулом Великий князь или Князь из князей. Установленным со времен Нала, который, в общем-то, именно Тимиргоевцев выделил как старшее племя над адыками и, соответственно, их князь, старшую для среди всех князьских ветвей, поскольку жил у них. И, собственно, они постоянно в какого-то момента, с шестнадцатого-восемнадцатого века пытались оспаривать у женеевцев. Это право. Тем более, что Тимиргоевцы были, в общем-то, к шестнадцатому-семнадцатому веку уже равными женеевцам по силе и мощи государственной, то есть они уже активно воевали сами, самостоятельно с крымским ханством, то есть позволяли себе, в общем-то, проводить независимую политику, могли выступать за династические споры, допустим, у бесслинеевцев, когда там кабардинцы пытались поставить своего князя вместо малолетнего бесслинеевского оставшегося вот сиротой, получается. А темиргоевцы вступились за бесслинеевцев, и в жестокой битве с кабардинцами отбили вот это право на малолетнего своего князя, которого просто каким-то управляющего старшим поставили. Но, тем не менее, темиргоевские и женевские княжские рода у них были очень смешаны, сплетены с друг другом родовыми связями, так что тут как бы о таком именно жестоком кровавом соперничестве речи не идет. У них были такие серьезные узы родства и политические союзы. В 1523 году как бы первый звоночек для женевцев прозвучал такой серьезный, они в этих стычках с крымским ханством, которое как бы усиливалось все больше, уже получало помощь со стороны Турции, они впервые в битве потеряли несколько тысяч воинов и вынуждены были признать фасальную зависимость от крымского ханства впервые. Однако через 15 лет они попытались восстать и крымский хан Сахиб Геремесе с турецкими янычарами вторгся в земли женевцев, где после кровопролитного сражения наложил на них унизительную даль в 300 рабов. И все равно женевцы восставали по-прежнему, эти восстания продолжались, что вызвало в 1545 году вновь разорительный набег крымских татар на их аулы. При этом впервые на Тамане применялась артиллерия против них. Таким образом, считается, что после этих разорительных набегов, после этого серьезного покорения, физически были сломлены женевцы впервые, когда их довольно большое количество молодых таких людей, которые могли сражаться, в общем-то, мужчин, оно было убито. Дело в том, что после этого последнего набега они два месяца татары сжигали эти аулы, грабили все, угоняли в плен этих женевцев. Но, тем не менее, прошло, получается, 6 лет. В 1951 году они вновь выстают и вновь их, опять их бьют, крымские татары. При этом все это происходит, несмотря на то, что бывший тогда главным у женевцев князь, вот этот Сибак Концаукович, он изначально, в общем-то, являлся прототарским. То есть он приветствовал, считал себя вассалом, признал вассалитет этого крымского хана Сахиб Гирея I. Но вот эти агрессивные действия, набеги и требования дани, они вызвали в нем такие перемены с серьезным настрой против татар и против турок. И вот эти все события, вот эти постоянные набеги, подавление восстаний, они вынудили его в ноябре 1552 года вместе, как выставить свою делегацию, вместе с делегациями, соответственно, бесслинеевцев, абазин и от Тюмрюка шли, там, от кабардинцев, делегации к Ивану Грозному. Сорю, с просьбой о помощи и с подвижением подданства, вассалитета к России. И вот его делегация тоже пошла, он направил своего сына туда, сына я, к сожалению, не нашел имя, но известно, что он остался так же, как и дети Тюмрюка, некоторые в Москве, был крещен, там его назвали Александром. И, в общем-то, считался таким, близким к Ивану Грозному, тоже человеком, его царевичем называли, как и Тюмрюковских детей. Значит, там князь Сибак сумел, значит, заручиться поддержкой, к нему приезжал, потом воевода Шереметьев, убедился в их вот таком плачевном положении, обещал помочь. В общем-то, на какое-то время они войсками отвлекли, Россия своими войсками отвлекла татар от нападений на Женеевцев. Причем, известный факт, как оказалось, что Иван Грозный, на самом деле, перед тем, как свататься к Марии Тюмрюковне, получать своей царице Кабардинской, он обращался к этому князю Женеевскому Сибаку I. Но князь ему отказал, Ивану Грозному, потому как посчитал, что именно родство Узами скреплять, еще рано, посчитал недостаточно сильным государство, именно российское, московское, ввиду его отдаленности, ну, как бы решил, что он больше из этого, так скажем так, проблем себе получит, больше внимания татары, больше начались нападения с их стороны. Не был уверен, в общем, в военной силе российского государства на тот момент, но, тем не менее, он принял их, как бы, помощь, соответственно, обязался помочь русскому царю в 1555 году, он в подданство женеевцы русской перешли, и, значит, захватили две турецкие крепости на Таманском полуострове, это, собственно, крепость Тамани, Темрюк, для России, которые все равно вынуждены были позже отдать. Тем не менее, Иван Грозный кинул их, как и кабардинцев, кабардинцев он срыл городок Терки, когда начал Ливонскую войну, в тот же год он, соответственно, оставил беспомощными вот этих женеевцев, из-за чего Осиба был вынужден обращаться даже к литовскому, польско-литовскому царю Сигизмунду II. За помощью, но ее не получил, к сожалению, его позиции начали подшатываться, скажем так, в обществе росло серьезное настроение про турецкое, про османское очень сильно. Женеевцы были вынуждены первыми принять мусульманство в своей стране под давлением от турок и крымских татар, хотя при этом как бы свои традиции не оставляли до последнего декста. И все это привело к тому, что вот эти династические споры начали снутри женеевских земель про турецкие и его просто выдавили же с женеевских земель, он вынужден был убежать в Москву, где я и остался до конца жизни. Тем не менее, женеевцы продолжали быть таким щитом между адыгами и крымскими татарами, то есть принимали на себя первые удары в их землях происходили, на границе с земелью с темирговцами проходили битвы, в которой участвовал конец Темрюк, объединенные адыгские племена, сражались с крымскими татарами, и Темрюк и кабардинцы помогали, и помогли им в общем-то отбиться, хотя Темрюк после этого погиб все равно его дети попали в плен. Как отмечал исследователь Аутлив, в середине 18 века и, может, довольно позже, женеевцы крымскому хану так и не были ни малейшей подданы, то есть они продолжали сопротивляться. Значит, часть женеевцев, во главе с князьями Заноковых, ветви, позже ввелась в состав хигайков. То есть, в какой-то момент, после вот этих сокращений, постоянных битв, они выдуждены были уйти с своих земель, поселиться у хигайков вокруг Анапы. Считается, что знаменитый натухайский князь, объясню, почему натухайский позже, сифербейт Заноков, собственно, он ведет ветвь, как раз таки, из вот этих заноковых жанеевцев. Именно его семейство переселилось к хигайкам в свое время, там смешалось уже с хигайками, то есть, он смешанного такого сухопэтносов. В 16-17 веках в пределах Таманского полуострова, когда он стал, когда он уже был подчинен Турции, Османской империи, там, естественно, независимых, как бы, адыгов не осталось. И вообще, в принципе, все население там проживавшее, оно стало очень смешанным. То есть, это были и адыки сами, и тасманы, турки, и армяне, евреи, и греки там жили. Все это адыгское население на Таманском полуострове турки называли по-тюркски адали, то есть, островитяне тюркского ада остров. Или Таманские черкесы в русских источниках они были известны. Соответственно, они были полностью подчинены власти Османской империи, жили по ее законам, проживали они, в общем-то, в основном пригородах вот этих османских укреплений основных, в Кахтамане, Темрюка, пусть там того же, или в небольших селениях, число которых по османским источникам тогда, в середине 17 века доходило до 80. В общем-то, все вот эти вот адыги, которые там проживали подчиненные Османам, это были в основном выходцы как раз из подчиненных женеевцев и хигайков. Турецкий разведчик Ивлия Челеби в 1667 году записал, что такие вот строки были у него, что Пшукол, княжество земли черкесского племени Жане, это 500 домов, крытых тростником и камышом у подножия гор Хайку. Имя Бея у них Антонук. Кстати, тут надо отметить, что именно вот эти проживавшие под властью османов адыги на Тамасском полуострове, они тем не менее имели право выбирать Беев, то есть наместников себе из своих же, из адыгов, ну или кто смешанных. Значит, вот Антонук, это владетель 10 тысяч всадников с клочинами пеших черкесов джигисов с ружьями, которые постоянно воюют с Адаша абхазами и убивают их. Его светлый хан тоже был здесь, ему строили угощение. В двух часа пути также на восток река Адагум, а близнею река Ситаза, они вытекают из абхазской земли и впадают в реку Кубань. Тут надо отметить, что у Эвлия Чалиби в принципе вот эти прибережные черноморские горы Черкесии, они все называются абхазскими горами, абхазская земля это у него вся прибрежная зона, абхазами он называет все население и чьядыгское, и абхазское, и абазинское, что проживало по побережью, то есть он путал термины абаза, абазин и абхаз, в принципе. Но это как бы тема для отдельного вообще выпуска, она очень спорная. Будем разбирать еще. Как и появляет Череби, собственно. Собственно, к 17 веку Жаневцы проживали в северо-западном Черноморье между левыми притоками Кубани, Абином, Хаблем и Ильем и к северо-западу от реки уже Туапсе, то есть немножко уже отодвинулись по этой территории. В том же в 1823 году русский историк Броневский писал, значит, что Жанны, Жаневцы, Жанны живут против Талызинской переправы в шести деревнях, с которых четыре на Адагуме, прежде не жили на Кубани повыше Копыла, то есть Славянска на Кубани, но в 78 году ушли на левый берег, спасая себя от русских войск. В 1787 году Жаневцы, подчинявшиеся князьям Зановым, жили на левом берегу Кубани в шести селениях, в том числе по низовым речке Адагум под управлением Месоста-Герай-Занокова, сокращаясь до группы в 2037 Иванапы на ручьях Пшетсиха-Хахай. В 1802 году черноморские казаки в отвлечении за беспрестанные их нападения разорили жаневцев совершенно, побили и забрали в плен. Владельцы их оставшиеся за Кубани остались в 20 или 30 семей всего. В 1830-40-х годах, например, из-за того, что за такого радикального уменьшения населения, на Крым-Кубанский остров по призыву князей Зановых стали приобираться оставшиеся жаневские группы из района Пшады и других мест за Кубани, побережья, стали уходить из-за остатки, где их выдавливали уже в то время шапсуги. О чем тоже ниже скажем. К началу XIX века они занимали уже только течение нижней реки Кубань, собственно, этот остров Крым-Кубанский, и побережье Черного моря между речками Яцемеса и Пшад, и постоянно уменьшались в количестве. Хангирей утверждал, что последние остатки жаневцев собирались в одном ауле, находящемся в Черченайском, то есть у бжедухов, владении на реке Пшиш. Как он писал, сокрылось самобытное существование жанинцев со смертью их последнего князя не так, не так хока. В 57 году Люлье описывал, что жаневцы племени некогда могуще и сильное, слабые остатки его расположены в 70 верстах ниже бжедухов, на острове образуем двумя рукавами, то есть на Крубокубанском острове, окруженном натухайцами. Историю вообще взаимоотношений с бжедухами можно проследить, например, такой легендой в 1840 году записанной, связанной с бжедухским князем Алхасом и его племянником Явнук Беем, Явбук Беем. В то время его племянник этот Явбук Беем отказался выходить замуж за знатную женщину из рода и предпочел простую девушку взять в жены, пренебрег, так сказать, фамилиями и традициями, и значит это вызвало между вот его дядей и племянником между Алхасом и Явуком была открытая такая вражда прям ненависть. При этом Алхас он был довольно жестокий в общем-то князь и в то время к этому Алхаса пришел некий Жаневский князь свататься тоже его в племяннице красавица Адыхан значит а князь ему сказал, что вот он и не отдаст племяннице пока жив Явбук Беи то есть покажи второй племянник этот никому. Но к сожалению Жаневский князь это принял буквально как намек он стал как бы следить за Явбук Беи и в какой-то момент поджидая его на дороге он сумел его застрелить на дороге сбежать оттуда и прямиком он помчался к этому князю Алхасу рассказать радостные новости что он все-таки справился с его врагом убил этого племянника кстати при этом там написано что он его убил в то время когда он на дороге остановился сделать намаз и значит прибыв к Алхасу он сообщил об этом стал просить руки этой красавицы ему в общем-то князь так ответил что тот кто опозорил княжескую честь вероломным убийством то есть не в прямом бою из-за угла еще в то время когда сопровождавший его конвой обязан был защищать своего гостя а это я упустил момент не из кустов вылез а в конвой находился этого князя то есть он ему как бы объяснил что он находясь в конвое должен был защищать его как гостя несмотря на то что он его враг а он его верлон убил и соответственно тем самым нарушил аддаты то есть норма адека хабзе за что когда не сможет получить руки его племянница и вообще в принципе потерял всякую честь и достоинство в глазах должен удалиться со стыдом вообще его из его племени что Жанеевцу Жанеевскому князю пришлось сделать собственно причина исчезновения Жанеевцев дело в том что как я вот уже по ходу дело описывал появляются в общем-то логичные вопросы то есть мы говорим от середины 19 века говорим проживание Жанеевцев на определенных территориях где вообще проживали в общем-то натухайцы уже к тому времени или шапсуги на самом деле натухайцы и шапсуги во многом это то же самое что и жанеевцы дело в том что Жанеевский род он же феодальный род как и кабардинские субэтносы как и эти миргоевские бжедухские это феодальная система права в которой правил князь княжеская власть сильная была ему подчинялся весь народ в этой княжеской власти и вот во-первых в связи с постоянными нападениями со стороны крымских татар значительно стало уменьшаться население жанеевцев во-вторых уже чуть позже несколько эпидемий чумы прошло по территории Черкесии что сильно сократило их количество в-третьих собственно с российской с началом Кавказской войны российские войска также начали значительно нападая истреблять население мужское особенно среди жанеевцев но это уже были как бы последние отголоски тогда уже жанеевцы были жалкими осколками былой славы когда Кавказская война началась но дело в том что очень огромная часть жанеевцев как собственно их и гайках о которых поговорим позже они уходили из племени то есть княжеская власть естественно не всех устраивало скажем так люди хотели более свободного общества где-то там какие-то ситуации с дворянами постоянно неприятные происходили и все это вызывало то что население убегало в горы вольное общество не подчинявшееся никому начиная с самых давних времен с количеством войн это движение усилилось люди убегали или от войны или от своих же собственно феодалов притеснявших их чем самым пополняя эти вольные общества которые к 16-17 веку настолько разрослись что стали отдельными субэтносами которые назывались шапсуги и натухайцы которые расширившись начали спускаться в равнинные земли и начали собственно выстеснять своих же собственных соотечественников которые жили при княжеской власти на тех же заноковых то есть получается демократическое общество просто вытеснили княжеских женеевцев и таким образом по итогу к 18-19 веку они просто растворились среди натухайцев и шапсугов женеевцы то есть по сути дела в общем-то ядро народа осталось но оно полностью теряло свою идентичность как вот как супертность женеевцы как жены свое наименование свою какую-то особую форму став новым новым форматом таким образом говоря о 18-м особенно 19-м веках мы говорим говоря о натухайцах мы подразумеваем также и женеевцев говоря о шапсугах мы также подразумеваем женеевцев как мы узнаем княжеский род за ноковых он в общем-то продолжился у натухайцев дальше какая-то кстати часть да какая-то часть их слилась еще и с жидугами то есть там тоже какие-то части какие-то ветви но это не княжеские уже это больше сам народ смешивался чем княжеская власть потому что сама княжеская власть не сильно не передалась наследственно к жидугам у них своя была сильно родовая фамилия в свою очередь туда же к натухайцам и шапсугам особенно к натухайцам примешивались определенные времена и хигайки и хатукаевцы про хигайков сказал хатукаевцы еще с этнос который постепенно растворился исчез но был в свое время довольно сильным этносом это темиргоевский этнос и после окончания русско-кавказской войны жанеевцев в общем-то на Кавказе не осталось та их маленькая ничтожная часть которая еще оставалась на тот момент она просто смешалась со всеми остальными переселенцами у Кубани оформив будущую уже будущее этносадыгейцев в советское время их сейчас определяют по фамилиям Жане Жанов или Жанетль но теперь собственно перейдем к хигайкам хигайки или шагаки по другому еще шафакийские черкесы жили издревле вблизи Анапы вокруг этого городка у подножия так называемых Бешкуйских гор в котловине Шчахурай они считали что земля вокруг Анапы является собственно родиной для всех адыгов но для них такой вывод в принципе был логичный потому что из сказаний тех же черкесских князьях мы знаем что Инаал начала свою объединительную деятельность с высадки после Крыма именно на Кизилташском лимане в землях хигайков и мы знаем что хигайки были основным этносом помогавших помогавшим ему объединять Черкесию хигайки выступали его помощниками в борьбе с объединенными адыгскими феодалами вот в землях абазинах и абхазах в этих сражениях в исторический период хигайки занимали земли от моря вдоль долины реки Бугур или Бугур ныне это речка Анапка она в пределах Анапы сейчас течет развалины Дренние Горгипи и Генезской крепости мапы находились на их территории Эвлия Челеби в 1666 году описывая Анапскую крепость так писал что крепость построена очень умело является творением искусства искусственного инженера внутри нее по сути на зимовках овцы козы племени Шигаки живущего в окрестностях место это будучи подчиненным к афинскому Виолету то есть Османской империи население племени Шигаки платит десятину если его к тому принуждают то есть мы видим что в общем-то они свободно жили и османам не подчинялись только после карательных операций на какое-то недолгое время они выплачивали какую-то дань насчитывается это их до 3000 покорных с виду мятежников интересную историю можно услышать в предании о приходе самих бжедухов на свои земли где они в общем-то проживали по реке Псикупсу значит там такая история что бждуги когда приходили они сражались с темиргоевцами за свои земли будущие и в принципе во время вот этого перехода они были разделены на 4 ветви родовых это князья черчен хамиш богарсока и бостока черченевская и хамышевская владели они владения черченевцев и хамышевцев они удержали общее название для бжедухов бжедухи в общем-то так и называются черченевские и хамышевские в классической бжедухе поданные богарсока князя передвинулись северо-восток в бассейн средней лабы то есть по речкам фарса и псифири и под именем махошевцев вошли в число самостоятельных субэтносов о которых мы будем говорить чуть позже поданные в босток эмигрировали в западном направлении и осели собственно говоря на границе с хигайками около Анапы по долине речки Вепсне на границе хигахских владений вот эта локальная группа адыгского населения стала известным источником как Вепсне или Вепснеевцы Вепснеевцы точнее хигаки с адыгского переводится как приморские жители кстати прошу помочь разобраться правильно ли это перевод зрители это слово описалось по разному то есть шагирая и шаха и уписан или хигайки или шагаки у людей среди черкесских племен хигайки занимали как женевцы в свое время довольно серьезное положение видное место это еще отмечал хан Гирей а величие силе хигайков может судить по участию их вместе с турками во взятии Азова в 1640 году когда его удерживали казаки в 1666 году по словам турецкого там уже путешественника Чилиби это племя имело всего лишь 10 тысяч человек но располагало трехтысячным войском то есть каждый третьим в общем-то человек в обществе он был воином который мог выступать в сражениях многие указывают авторы о том что огнестрельное оружие среди адыков появилось именно впервые у хигайков которые получили его от османов поскольку крепость она основной торговый пункт и соседи это тоже в общем-то распробовали очень сильно потом сразу же после этого жанеевцы у себя завели огнестрельное оружие известно что до тысячи ружей поступало из Крыма в свое время туда к ним на продажу а позже они научились в общем-то мастерить их сами появились мастера оружейники они только стволы закупали племя имела крупные аулы в 17 веке в одном из них было более 550 домов тут вероятно речь идет о бауле крупном суко который в более позднее время после слияния уже их образования нового супертности натухайцев был в общем-то центром натухайцев самым главным наулом их живя у моря рядом с турецкой напой многие хигайки приняли так же как жанец первым мусульманство хотя тоже помнили чтили свои адыгские обычаи адыгской веры известно что все прибезы много но осели они у хигайков и в общем-то там смешались его отец был хигайком причем очень знатным хигайком имел свой торговый флот на море имел хорошие связи в Османской империи и он был крупным землевладельцем в Анапе потому что известно что он в свое время продал довольно большие участки своих земель в Анапе под постройку расширенного укрепления когда они турки с французским инженерами перестраивали Анапскую крепость то есть центранапы по сути несколько позднее известно что где-то к XVIII веку часть хатукаевцев которые тогда уже исчезали очень сильно уменьшались они смешивались со синими народами они после серьезной чумы тогда с князем в голове с князем Бхгезенуко в качестве отдельного удела вошли в состав хигаков хигайков в 1808 году исследователь Юлиус Клаппрод в своем произведении путешествия по Кавказу Грузии сообщал что вот маленькая черкесская племя с хигак живет сейчас не под Анапой а на Бугуре и его притоков то есть под Анапой их черкесское название означает живущий близ моря при этом мы знаем что в общем-то они довольно активно с турками торговали тогда в этой Анапе и хотя и нападали тоже активно то есть всегда в своих личных интересах действовали она напоминает что имела князя по имени Мамед Гирейжан и жила раньше на месте где построена Анапа и князь был богачом торговал и имел суда на Черном море в 1920 году Фредерик Монпаре автор произведения путешествия вокруг Кавказа писал что численность черкесского племени Шигаки равна 20 тысячам человек однако как и с жанеевцами вот эта постоянная борьба с татарами с турками самими две или даже возможно три чумы особенно известно что третья чума 1812 года их очень сильно подкосили очень сильно их много погибло практически привело их на грани исчезновения тогда чума остатки их слились уже с натухайцами небольшая часть ушла к темиргоевцам видимо с жанеевцами на реке Пшиш и именно хигахский князь Сефербей Заноков как я уже говорил жил он тогда в ауле Куматыр у него родовое поместье стало уже объединять вот эти остатки их уже в виде натухайцев стал их объединять а потом на их основе пытался объединить вообще всех адыгов уже под идеей такой княжеской власти основа ходата адыгов обзайправил то что пытался сделать инал пытался сделать и посетить по сути лазаноков но уже в конце кавказской войны в общем-то к сожалению не смог преуспеть в этом деле но как мы видим он хоть и знал свои родословные происходения от хигайков женеевцев но натухайцев воспринимал как своих соотечественников общался с ними таким образом мы понимаем что здесь произошло глубокое смешение этих субэтносов до практически полной идентичности он их не воспринимал натухайцев как каких-то посторонних не родных ему мирное ему племя то есть по сути дела воспринимал их как с женеевцами как за одно и то же с хигайками ну а что говорить о хигайках после кавказской войны в источниках они более не упоминались впрочем как и натухайцы на кавказе они исчезли практически небольшой аул остался это их потомков один маленький в дуге подавляющая часть мигрировала в Турцию и только тем выжила и там представляет довольно значительную часть тоже общины зарубежно на этом все комментируйте оставляйте свои мнения оставляйте по возможности пояснения к переводам если сможете сделать повторах я упомянул видео все в выпуске мы поговорим про княжку ведь болотоковых разъясним подробнее про кемергоевцев выпуск вставляйте лайки перепосты делайте друзьям рассказывайте о канале всем пока 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 Продолжение следует...